Дорогие мои, всем привет! Доброго времени суток! Начинаем новый влог. Сейчас у меня, как обычно, утро. Я обычно с утра начинаю влог записывать для вас, но, а там уже, если он длинный, то продолжение, как обычно, бывает вечером. Сейчас хотела сделать небольшую влажную уборку и случайно наткнулась на старые свои, не свои, а, можно сказать, семейные фотографии. Кстати, практически всех людей на этих фото я не знаю, к сожалению. Но я сейчас вам покажу и расскажу историю. Ну, собственно, это одно из фото. Самое первое оно мне попалось. И на этом фото мой дедушка. Вот. Это мой родной дедушка по папиной линии. Его, к сожалению, уже нет. Он умер в 2011 году. Дедушка был мой самый любимый, да и есть, собственно, самый любимый. Просто его, к сожалению, уже нет. Кстати, бабушка, которая сейчас живет со мной, это его законная жена. Вот. Я прошу написать в комментариях, может быть, какие-то дальние родственники смотрят меня. Я знаю, что меня Алтай смотрит. Поэтому напишите. Всем привет вам. Может быть, кого-то узнали на фото. Здесь я, к сожалению, не знаю, кто на фото. 1970 год. А кто на фото, я не знаю. В общем, откуда у меня вообще эти фотографии? Да, давайте по порядку, а то я так и не сказала. Сестра моего дедушки, Люба, ее звали, она жила в Дмитриевке. Это село Дмитриевка. И мы туда ездили уже после ее смерти. И я забрала оттуда эти фотографии. В общем, почему после ее смерти я туда поехала? Спустя, наверное, года два. Мне сообщили, родственники тоже написали, что там остался домик. И как бы тем родственникам он не нужен. Но я знала изначально, что там дом очень старый. И как бы мне он тоже был не нужен. И даже участок там мне он как бы не нужен. Я в это село не собиралась, не переезжать, ни на дом, ни на что не претендовала. И мне как бы это не нужно было. Я поехала туда, чтобы именно как раз-таки посмотреть вообще, что там осталось. И, возможно, вот какие-то вещи личные, может быть, что-то, что напоминает мне, что связывает меня с роднёй, и забрать. Но, собственно, ничего я, кроме фотографий, там не нашла. Страховые платежи. Я тоже не знаю, что это такое. И я забрала эти фотографии. Они лежали там в пакетике. Это, кстати, собственно, Люба сама и есть, сестра моего дедушки. Если я не ошибаюсь, может быть, кто-то меня смотрит из родни, поправьте меня. Просто это тоже неподписанные фото. Ну и, соответственно, здесь кто я тоже. Не могу сказать. Так. Очень старые-старые фотографии. Ну и, соответственно, тоже я никого не узнаю. Здесь мой папа. Это его фотографии. Старые-старые. Папы тоже нет. Он уже умер. После дедушкиной смерти, через два года, в 2013 году. Открытки, открытки, открыток очень много. Я уже некоторые перелистывала, когда вообще только эти фотографии взяла. Но мне как-то тяжеловато было, если честно. Вот почему не подписаны, я даже не знаю. Хотя и мы сейчас, да, даже в наше время не подписываем фото. Здесь вообще уже просто выцвела и непонятно, кто на фото. А здесь мой дедушка. Дедушка я узнаю. Вот он. Это он сложил. Может быть, сослуживец его. Так, открытки, письма. Очень много. Люба их сохранила. Я думаю, что здесь фотография. Ага, фотография. Может быть, кто-то узнает себя, своих родственников. Потому что я не знаю всех. Да и не всех, наверное, практически никого не знаю из родней дедушки. Все жили очень далеко. И как бы мне очень даже интересно узнать вообще, копнуть поглубже. Дедушка мой. Очень красиво сделала, да? Как бы открытка. Ну, что здесь написано, уже непонятно. Сейчас он мне уже не расскажет, когда он был... Когда я была маленькая, я не помню, что там он мне рассказывал. Очень много времени уже прошло. Мне бы интересно, конечно, узнать. Вообще, насколько я знаю, что его мама, она из раскулаченной семьи, то есть довольно-таки зажиточные были люди на память бабушке Матрёне от Любы, да? По-моему, так, 62-й год. Кто-то узнает себя, вот. И так понимаю, та же самая Люба. А папа у дедушки, насколько мне известно, может быть, опять не точно. Я просто вспоминаю, что мне рассказывал, погиб на фронте. Это Люба. сестра-дедушки. Тоже она детям босая. Всю жизнь она как бы жила в колхозе. Тогда колхоз, потом деревня, да? И как бы это все вот так. Так, а это, я так понимаю, свадебное фото. Но я, к сожалению, не знаю, чье. Кто на фото, я не знаю. На память родным от Александра и Татьяны Комовых. Очень красивое фото. На память бабушке от Сережи Люба в день Сережиного призыва. Семьдесят седьмой год. Новосибирск. Ребята, родственники из Новосибирска. Кто-то узнает своих близких. Я помню, что у нас еще моя бабушка вот таким образом заправляла кровать. Вот так вот ставили подушки. И вот такие вот были. Не знаю, как правильно. Накидка, да? Накидки, наверное. Ой, какая красота. На память бабушке от внука Саши и от его супруги Саши и от правнука Миши. Семьдесят восьмой год. Меня, конечно же, еще и не предвидело здесь. Очень интересно, конечно, было бы узнать всех. Ну, хотя бы кого-то, кто остался из родни. И послушать, да, историю своего рода. На память бабушке Матрюне от семьи кузенных или кузенных папы, мамы, Тани и Светы. Шестьдесят пятый год. А у меня как раз папа в шестьдесят четвертом родилась. Это вот Люба сама. Дедушкина сестра с велосипедом. Еще одна фотография одинаковая получаются. Открытки. Вообще, сейчас нужно сейчас разберусь и разложу открытки к открыткам. А в фотографии к фотографиям на память бабушки и тети Любе от Тани, Витей и Полинки Филипповых. Дедушка мой снова. Видимо, что-то празднуют. Они фотографии одинаковые. Так, это я не знаю кто. На память родным тети Матрюни и всем родным Кондакова от Кондакова 49-й, да, по-моему, год. Не знаю даже кто, фото тоже очень-очень старое. Обидно и неправильно. Как жаль, что вот уже нет дедушки, он бы мне рассказал. А у него таких фотографий просто не было. Насла вот такую открытку. Просто сейчас открытки перебрала немножко. Бабушка Мотя, Люба, поздравляю вас с праздником и международным женским днем 8 марта. Желаю вам хорошего здоровья на долгие годы и хорошего счастья. Гена, привет от мамы и папы. Смотрю на почерк, очень знакомый на мой похожий, это почерк папы. Он поздравлял свою бабушку и получается тетю Любу. Следующее фото. на долгую память дарю своему брату Коле от братьев Алексея и Александра. Вспомни и взгляни, взгляни, темы вспомни, фото 51-й, по-моему, год грязи. Это дедушка мой. На границе сожжим. Фото. Так сложилось, родственники почему-то редко встречались, можно сказать, мало общались. Ну вот насколько я помню из своего детства. Как жаль этих людей уже просто нет. Поэтому если кто-то смотрит из родни, узнает себя или же родню, напишите. может быть видео нужно было конечно снять несколько дедушкам в другом формате, но я просто наткнулась на эти фотографии вот случайно. Просто когда я их привезла, я их даже рассмотреть не смогла. Тяжеловато было. Не знаю кто. мама дедушки. Не могу ошибаться. Кони на конях. Все-таки наверное я сейчас пойду и спрошу у бабушки. Здесь открытки остались.